МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Красноярске в год литературы стартует проект театра Красноярья столицы края. Вот именно поэтому предлагаю не потерять такую прекрасную возможность лишний раз оккультуриться и насладиться лучшими образцами театрального искусства края. В течение творческого сезона этого года на базе городских дворцов культуры Краевые театры представят свои лучшие постановки. С гастролями в Краевый центр приедут Ачинский драматический театр, Театр Аперетты и Театр Кукол Золотой Ключик из Железногорска, Каннский, Лесосибирский, Минусинский и Матыгинский драматические театры. Стартует проект 14 февраля в Красноярском городском дворце культуры спектаклем Каннского драмтеатра «Сказка о царе Салтане. Начало ровно в полдень». Так что корректируйте свои планы на выходные и не меняйте сейчас. Начали смотреть НЭП? Продолжайте. Впереди много полезного. Меня зовут Елена Ростовцева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе НЭП. Голову мы высушиваем тёплым воздухом и фиксируем локоны и прическу холодным воздухом для того, чтобы студить укладку и чтобы укладка держалась дольше. Не пропустите продолжение недельной экспертизы. В четвёртой части протестируем мультиплойки и фены, а также выясним, термозащитные средства для волос, потребительский миф или необходимость. Нащупали, где больнее всего. Нажали, поддержали. Тело в дело. Сравниваем различные массажные средства и разбираемся, а так ли уж полезен массаж, как принято считать. Мясная палочка-вручалочка, докторская колбаска. Качественный диетический продукт можно есть даже при некоторых заболеваниях желудка. Всё, как доктор прописал. Три кусочка колбаски. Вместе со специалистами Центра стандартизации дегустируем колбасу и выбираем самую съедобную из всех докторских. Не зря говорят, что многие женские проблемы, перед которыми пасуют лучшие психиатры, часто решает парикмахер второй категории. Хорошая прическа – это много внимания, ну а это, в свою очередь, залог хорошего настроения. А зная некоторые хитрости, мне придётся относить в парикмахерскую всю свою зарплату. Начнём с пробора. Прямое сделает лицо более круглым. Если желаете визуально вытянуть лицо, делаем боковой пробор. Начинаться он должен точно над самой высокой точкой изгиба брови и доходить до макушки в виде прямой линии. Круглолицым также противопоказана чёлка. В этом случае идеальным будет конский хвост или пучок. Чтобы эта прическа была более аккуратной, берём простую, ненужную зубную щётку. Распыляем на неё средства для укладки и причесываем торчащие волоски. Другие хорошо знакомые нам средства для создания прически протестировала Алина Алтынгузина в заключительной части нашей НЭП-экспертизы. Дано. Бигуди, плойка, щипцы и фен с круглой расчёской. Задача – какой из этих предметов меньше всего навредит волосам? Ну что, давайте тестировать. Начнём с фенов. Хорошие профессиональные фены отличаются от бытовых в основном мощностью. Для длинных волос идеально подойдёт агрегат в 2000 Вт. Для коре будет достаточно 1800 Вт. Насадка у таких моделей узкая, но позволяет лучше просушивать и укладывать ваши волосы. И, конечно, обязательно наличие холодного и горячего режимов. А про ионизацию слышали? Так вот, фен с подобной функцией – залог щадящего воздействия. Ионизация позволяет сохранить влагу волосе и даёт функцию антистатики, то есть волосы не магнитятся. Самым настоящим помощником любого фена является круглая расчёска, или, как её называют профессионалы, брашинг. Брашинки с жёсткой щетиной используются для создания прикорневого объёма. Чем больше объём брашинга, тем пышнее будет ваша шевелюра. Расчёски с натуральной щетиной полируют волосы, и за счёт этого эффект прически будет как от утюжка. Стоят такие брашинки от 500 рублей и выше. Переходим к утюжкам. Все щипцы выпрямителей отличаются друг от друга своим покрытием. Самое распространённое покрытие – это керамика. Есть ещё титановое покрытие, есть титан-турмалин покрытие. Самое лучшее покрытие – это с турмалином. То есть оно позволяет равномерно распределять тепло по пластинам и даёт функцию антистатики. Если вы решили их приобрести, то обратите внимание на терморегулятор температуры. Плойки для завивки кудрей также различаются покрытиями, формами и предназначениями. Если вам нужны крупные локоны, выбирайте плойку покрупнее. А ежели вы любите нестандартные завивки, то на ваш выбор представлены плойки, которые создают волны, как крупные, так и мелкие, плойки-гофре и комусные плойки. Стоят такие умницы в среднем 3000 рублей. А это что за новинка? Сейчас пользуются большой популярностью вот такие машинки для создания локонов. То есть они позволяют любому человеку, любой девушке создать в домашних условиях красивую салонную кладку. Берется небольшая прядь, не больше 4 сантиметров, вкладывается в машинку ровно и машинка зажимается. Машинка подает звуковой сигнал, когда локон готов. Все. То есть если машинка подает звуковой сигнал сразу, это значит, что локон положили неверно. А вот самый щадящий способ укладки – это бигуди. Хотите объем – покупайте бигуди на липучках. Хотите локоны – вам в помощь вот такие попилоты. Ну и, конечно же, традиционные термобигуди. Имеется и ноу-хау – бигуди-спирали. В таких бигуди можно смело ложиться спать, а утром проснуться с прекрасными локонами. Стоимость от 100 до 500 рублей. Какой же вердикт вынесет нам парикмахер-стилист? Я все-таки думаю, что самый щадящий вариант – это фен. Потому что плойкой можно волосы очень сильно повредить, неправильно используя ее. Феном минимально снижен риск того, что волосы будут как-то повреждены. Но ежели вы все-таки любитель укладываться плойкой и утюжком, вооружайтесь обязательно термозащитой. Это может быть спрей или крем. В 1000 рублей уложитесь. А теперь приступаем к эксперименту. Одну часть волос обработаем термозащитой, а вторая будет ее лишена. Высушиваем феном, берем расческу и вот такими движениями разглаживаем волосы в нужном нам направлении. Вуаля! Вот вам и первый результат. Видно, что правая сторона уложилась хорошо, на ощупь мягкая. А вот левая пушица на ощупь жесткая. Мы не должны печатывать волосы, там, вести в них, чтобы шерка дрожала, но и не должны очень быстро проводить. Укладывать волосы на левой необработанной стороне труднее. Концы не выпрямляются сразу, приходится несколько раз проводить чипцами. Еще пару легких движений мастера и вот итоговый результат. Внешне видно, что правая сторона очень воздушная и мягкая. Укладка получилась нежной. На левой же стороне сильно вихрятся концы, укладка выглядит не так аккуратно, сами волосы жестковатые. Пользоваться плойкой, щипцами или бигуди – выбор за вами. Но помните, что без должного ухода при частном воздействии горячей температуры ваши волосы испортятся, что ни одна маска не поможет вернуть им былую красоту, а кончики просто-напросто иссекутся. Останется один выход – стричься. Нами это протестировано. Кстати, один утюжок может заменить и бигуди, и плойку, позволяя и выпрямить волосы, и сделать шикарные кудри. А если заплести волосы в косу и пройтись по ней слегка утюжком, получаются красивые легкие волны. Закрепим их лаком для волос. Ну а ежели он закончился, то перед завивкой просто смачиваем волосы чайным раствором. Пакетик чая на 50 мл кипятка. А уже после проводим все манипуляции. Кудри будут держаться гораздо дольше. На этом НЭП-экспертиза, посвященная красоте волос, завершена. А на следующей неделе поднимем рабочий вопрос. Как не потерять работу в кризис? Как заработать в это непростое время? И какие ошибки мы совершаем при трудоустройстве? Острые темы отложим до следующей недели. Ну а пока несколько минут релакса и правильных массажных манипуляций. Отдаю вас в руки Алины Малиевой. Эх, как же все-таки приятно после рабочей недели погрузиться в мир релакса. И на пару часов абстрагироваться от внешнего воздействия. Но мы вам расскажем не об эстетическом массаже, а в первую очередь о лечебном. Массаж лица. 500 рублей за процедуру и мышечный тонус в норме. А фейс светится здоровьем и красотой. Вывод лишней жидкости, то есть снятие отеков, это обвисание от кожного жира, то есть причина старения. Морщин может быть у нас много морфологически, но в первую очередь, что выдает возраст, это обвисание кожного жира. У вас часто болит голова? Чувствуете усталость? Тогда вам самое время вспомнить о таком древнем, проверенном временем приеме, как массаж головы. Опять же, в какой области головная боль, какая причина. Либо это повышенное давление, там делается свой массаж на отток, чтобы снизить давление, допустим, на отток лимфы. Есть, допустим, пониже, наоборот, на приток. Есть просто как мигрени, зависит. От этого зависит, либо мы лоб мнем, разминаем хорошенько, либо височную область, либо вообще все делаем. Лова проходят. Такая процедура способна избавить от перхоти и выпадающих волос, а шевелюра станет гуще и приобретет здоровый блеск. От макушки переходим к стопам. Ну, во-первых, на стопах у нас очень много биологически активных точек, которые стимулируют весь организм. Есть же такое учение китайское, как бы большой палец относится к голове, и дальше пошло. Что-то к рукам, что-то к ногам, сама стопа там тоже по органам распределяется. Также можно воздействовать на любой орган. Активизируются все системы организма. Эта методика способствует профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, повышению иммунитета, улучшению работы нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Боли в пояснице – это в обязательном порядке, это проблемы со стопами. Потому как, если стопа ставится неровно, соответственно, человек занимает вынужденную поду при ходьбе, мышца как цепная реакция, болит поясница. Чаще всего ноги помассировал, поясница болеть перестаёт. Противопоказания к любому массажу имеются, поэтому консультация специалиста необходима. От волшебных рук мастера переходим к новинкам аппаратным. Самый популярный массаж у женщин, конечно, антицеллюлитный. ЛПД-массаж – это эндермология, это работа с кожей и подкожной жирной клетчаткой. Основные эффекты – это вот лимфодренаж, улучшение кровоснабжения и работа с проблемными зонами. Все вышеперечисленные воздействия в конечном итоге избавляют нас от нежелательных сантиметров. Вот и повод для экспериментов. Для чистоты эксперимента замеряем объём талии, бёдер и начинаем процедуру. Такая манипуляция улучшает капиллярное кровообращение, устраняет застойные явления в кожном покрове, активизирует обмен веществ в клетках кожи. Конечно, чтобы добиться желаемого результата, следует пройти полный курс, а это как минимум 10 сеансов. И, конечно, никаких булочек. Смотрим результат. Два с половиной сантиметра. Два с половиной сантиметра. За одну процедуру. Как гласит народная мудрость, больному несчастному человеку массаж нужен, а здоровому и счастливому просто необходим. Увидеть Париж и умереть. Ну, предлагаю увидеть Париж без последнего пункта. Тем более, до Парижа-то, оказывается, рукой подать. Едем прямиком на Южный Урал и спрашиваем у местных жителей, как попасть в село Париж. Все, вы на месте. И не важно, что там не знают французского и носят валенки. Живут в Париже, значит, парижане. Во времена Ивана Грозного степных кочевников насильно переселили в Башкирию и окрестили. Затем отправились сражаться против турок и французов. В 1842-м их, наконец, вернули на землю предков и разрешили назвать поселение в честь военных побед. Так и появились Лейпциг, Берлин, Варна, Чесма и Париж. Такая вот Уральская Европа, всего в нескольких километрах от Челябинска. Надо сказать, местные парижане – люди очень творческие. Вышку связи они построили в виде эфелевой башни. И этим привлекли к себе внимание туристов, с которыми теперь, разогнав пасущихся гусей, пьет на лужайке чай с круассанами. Ну а мы от любопытных фактов переходим к практичным советам. И на очереди наша постоянная рубрика «Неп ответ». Любимая собака Степана уже третий день отказывается от приема пищи. Молодой человек спрашивает, с чем может быть связана потеря аппетита у питомца? На вопрос отвечает врач-ветеринар Крайнова Соня Николаевна. Может быть связана, конечно, как с заболеванием, что собака потеряла аппетит в первую очередь. Бывает, конечно, такое, что, например, кобель и где-то рядом птичка у суки тоже может плохо кушать. Но всё равно должен кушать. То есть если прям совсем отказывается от еды, то лучше, конечно, ввести к ветеринару такой симптом, что прям сразу поставить по этому симптому заболевание очень тяжело, нужно обследовать. Чтобы контролировать период половой активности своей кошки, Анастасия даёт ей гормональные препараты по инструкции. Но спустя пять дней кошка стала вести себя очень вяло и сонно. Девушка переживает, нормальная ли это реакция на препараты. Нужно, конечно, ещё знать, в какой дозировке давали. Потому что некоторые, бывает, накапывают, ну, либо больше передозировку делают препарата, либо один раз дали, и всё. То есть надо давать, во-первых, строго по инструкции. То есть если три-пять дней написано, то есть три-пять дней дают. Если написано там пять капель, например, чтобы пять капель давали. Потому что некоторые бывают и передозировку делают гормоны. Бывает сейчас, кстати, стали попадаться и контрафактные, то есть поделки. Бывало, что у нас приходили вообще с отсутствием аппетита, с рвотой. То есть лучше, конечно, показать тоже кошку, если вялая. Ну, это уже ненормально. Если у вас возникли вопросы к нашим специалистам, звоните в редакцию программы НЭП по телефону 290-19-90. Вместе мы найдём ответы на любые вопросы. Друзья, в эти выходные в торговом комплексе «Комсомол» будет проходить выставка кошек «Валентина в код». Вас ждёт яркое шоу, презентация разных пород, консультации филинологов, заводчиков и ветеринарных врачей. Хотите выиграть пригласительный на эту выставку? Легко. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Все подробности в разделе «Валентина в код». Ну, а прямо сейчас прервёмся на рекламную паузу. Я знаю, что согреет этой зимой по-настоящему. Настоящая обувь «Белл Вест». Распродажа зимней обуви в скидке до 60%. Я доверяю «Белл Вест». Красноярский цирк представляет шоу-программу «Мир цирка. Мир зверей». Дни очень низких цен в мебельном командоре. На обеденные столы и стулья – супер цены. Только до 8 февраля. Только 23 февраля на сцене театра оперы и балета самый смелый и зрелищный спектакль Новосибирского театра «Красный факел». Подарите своим любимым незабываемое шоу «Лэдис Найт». Только для женщин. Справки по телефону 200 0 0 80 для лиц старше 18 лет. Информационный спонсор – телекомпания «Седьмой канал Красноярск». Колбаса бывает разной. Бывает мясной, якобы мясной или кондитерской. Вот последнее – это просто мечта всех сладкоежек мира. Сейчас купить кондитерскую колбаску можно и в магазинах. Ну а раньше ее делали исключительно дома, на кухне. И это было, честное слово, гораздо вкуснее. Поэтому тем, кто знает, напомню. А с теми, кто не пробовал, с удовольствием делюсь рецептом. Берем самое обычное печенье без глазури, типа юбилейного, и трем на крупной терке. Растапливаем в микроволновке сливочное масло. Добавляем к печенью. Туда же всыпаем какао-порошок и сахар. Ну а дальше на ваше усмотрение. Можно добавить в колбаску варенье и сгущенки, можно медом. Затем полученную массу следует перемешать, сформовать из нее колбасу и завернуть потуже в пищевую пленку. Убираем на несколько часов в морозилку и зовем тем временем гостей на чай. Ну а если вы не признаете никакой колбасы, кроме настоящей, мясной, получаете новое расследование от Анастасии Прохорчук. Два кусочек-то колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Всенародная любовь к докторской колбасе пережила Вторую мировую войну, Дрежневские дефициты, распад Советского Союза. По легенде, приказ создать докторскую поступил от самого Сталина. Продукт предназначался больным, подорвавшим здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма. Мясная палочка-выручалочка. Докторская колбаска. Качественный диетический продукт можно есть даже при некоторых заболеваниях желудка. Все, как доктор прописал. В оригинальной рецептуре этой колбасы главным образом нежирная свинина. А острых специй, приправ и пряностей нет. Мы узнаем настоящую докторскую понежности. Фарш должен быть тщательно протерт. Но если в нем заметны серые вкрапления, такой образец лучше обойти стороной. Не уверены в качестве колбасы? Тогда пожарьте ее. Если она была не свежей или содержалась у продукта, то неприятный запах от обжарки только усилится. Но если колбаса и вовсе некачественная, то она станет рыхлой и потеряет форму. По классической ГОСТовской рецептуре в состав докторской входят говядина высшего сорта, нежирная свинина, сухое молоко, яйца, соль, сахар, мускатный орех и кардамон. Звучит просто, но изысканно. Но осталось ли что-то от советского рецепта? Каждый потребитель желает знать, сколько мяса в колбасе. Внимание, истина! В Красноярском центре стандартизации прошли лабораторные исследования 13 производителей докторской колбасы. И 12 из них не допущены к дегустации. Неприятным сюрпризом стало наличие крахмала, камеди, соевых концентратов и гели-образователей. Близкой к заветному ГОСТу оказалась лишь докторская Уярского мясокомбината. Самый, кстати, дорогой образец. Специалисты сетуют. Давненько они не пробовали настоящей докторской. А может, уже не попробуют. Привык потребитель к усилителям вкуса. За неимением достойны альтернативы. Продегустировали продукцию. Рядовые наши потребители, жители Красноярска, продегустировали 64 человека. Так вот, наибольшее количество голосов отдали колбасе, где были пищевые добавки, которых тоже не должно было быть. Получается, что у нас, уже у потребителей сформирован вкус. Выбирая в торговой сети вареную колбаску, читайте состав. И помните, дешевая колбаса редко бывает мясной, а слишком розовый цвет на срезе – признак красителя. Колбаса – продукт не ежедневного потребления. Это любой диетолог подтвердит. Наша дневная потребность в жирах равна 80 граммам. И съедая на завтрак всего 2-3 бутерброда с колбаской, мы получаем треть суточной нормы. Выбирайте качество и живите вкусно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждой модницы есть любимые вещицы, которые уже не носятся, но расставаться с ним не хочется. Выход есть – комиссионные магазины. И новую жизнь вчерашним трендам подарите, и нового хозяина обрести поможете. Я уже не первый раз даю свои вещи, и в этот раз решила принести свою норковую шубку. А какая зима без шубки? Норка, бобер, лиса, глаза разбегаются. Но что особенно приятно, позволить это меховое чудо может себе каждая из нас. И качество отличное, и стоимость приятная. А сдать свою разонравившуюся норковую шубу может любая. И на вырученные деньги, к примеру, купить себе новую. Вот конкретно мне, конкретно моему образу жизни, темпу жизни подходит эта шубка. Она коротенькая. Подобрала себе уже зимний гардероб. Это очень удобно. И, кстати, по очень приемлемой цене. Правила приема в большинстве магазинов одинаково и просты. Приносите вещи в надлежащем виде, а все остальные заботы магазин берет на себя. Помимо меховых новинок, свой гардероб можно удачно пополнить еще и осенними луками. Куртки, плащи, гемисезонные пальто. Элегантно, женственно, удобно. Будьте уверены, в таком наряде вы не останетесь незамеченной. Да, и стоимость порадует. От двух до пяти тысяч рублей. Ну и, конечно же, платья. Кокетливые, вечерние, офисные. Словом, на любой вкус и цвет. Что ж мы все о женских слабостях. Для мужчин мы тоже нашли практичные и удобные модели. По приемлемой цене. А на сэкономленные деньги, например, можно приобрести кучу вещей своему малышу. Родители, не забывайте про своих чат. Вы можете побаловать их вот такими яркими комбинезончиками. Цена такому теплому атрибуту от трехсот рублей. Кареты для новорожденных легко. Самые популярные стартуют от двух тысяч рублей. Теплые, удобные, водонепромокающие. В таких колясках прогулки будут комфортными и радостными. Не забывайте про детские кресла. Ведь безопасность вашего ребенка прежде всего. Если вы привыкли одеваться стильно и модно, и не хотите отдавать за это большие деньги, то модный комиссионный маркет идеальный для вас вариант. Обязательно загляните на Молокова 1, корпус 1. Телефон 2 75 15 85. Немного рекламы далее. Не переключайте канал. Более двух тысяч позиций мягкой корпусной мебели. Пятьсот моделей кухонных гарнитуров. Доставка, кредит и рассрочка. Мебельный терминал. Шахтеров 49Б. Илья Авербух представляет. Новое ледовое шоу «Одноклассники». Звезды мирового фигурного катания. На сцене ледового дворца «Арена Север». 13 февраля в 19.00. Справки по телефону 200-00-80. Информационный спонсор телекомпания «Седьмой канал Красноярск». 7 марта. БКЗ. Гео-Гуралия. С новой программой. 290-19-90. Телефон редакции программы НЭП. Звоните нам и задавайте свои потребительские вопросы. Наши эксперты помогут вам разобраться в любых трудностях. Несколько актуальных вопросов от наших телезрителей разберем прямо сейчас. Советы и рекомендации специалистов в нашей постоянной рубрике «НЭП-ответ». Алина слышала, что остроту зрения можно вернуть с помощью народных средств – черники и морковки. Девушка интересуется, так ли это? На вопрос отвечает кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог Юлия Левченко. Морковка и черника, конечно, кушать их полезно и для зрения полезно, потому что в морковке содержится бета-каротин и лютеин – вещества, полезные для глаз. В чернике большое содержание антоцианозидов – это антиоксиданты, которые полезны для сосудов глаз. Но, во-первых, кроме этого, очень много различных веществ, которые нужны для глаз. Здесь вот на слайде представлено, сколько витаминов, микронутриентов, различных веществ важно для глаз. Это и витамины, минералы, лютеин обязательно. Поэтому морковки нужно съедать в день не менее полукилограмма, черники – от 1 до 3 килограммов, чтобы полностью организм получил достаточную дозировку этих веществ. Поэтому мы сейчас рекомендуем принимать витамины для глаз. Их достаточно много различных. И можете сами в аптеке выбрать. Самое главное, чтобы в состав этих витаминов входил лютеин и, желательно, омега-3, ненасыщенные жирные кислоты. Наша телезрительница Евгения решила заняться гимнастикой для глаз. Женщина интересуется, насколько это может быть продуктивно. Гимнастика для глаз, конечно, полезна. Она и улучшает кровообращение, и может снять мышечный спазм. Самое простое упражнение можно сделать – посмотреть на какую-то точку на стекле, или специально сделать меточку, и смотреть то на эту точку на стекле, то вдаль. И такую гимнастику можно делать 2 раза в день по 5 минут. Самое главное – проводить ее регулярно. Если у вас есть вопросы к нашим экспертам, звоните в редакцию НЭПа по телефону 290-19-90. Чтобы это было такое универсальное средство, чтобы поднимало иммунитет, и предотвращало преждевременное старение, как и все девушки. То есть не так, чтобы у меня стоял ряд баночек, к примеру, каких-то витаминов. Мне вообще идею подсказала мама, потому что она нашла крем, в состав которого ходила ягода Годжа. И меня спросили, что это вообще такое. На тот момент это было года 3 назад. То есть вообще ничего о ней неизвестно было. Я в интернете нашла, попробовала, увидела улучшение у себя и у своей мамы. Чудо-ягоды Надежда употребляет уже год. Жиров сожгла немного, но вот иммунитет укрепила. Ягоды Годжи. Что это за новый плод, который волшебным образом избавляет от лишних килограммов? Кот в мешке или джин в бутылке? Попробуем разобраться. Родиной ягоды Годжи является Тибет, откуда и взялось ее второе название – тибетский барбарис. Ягоды произрастают на ползучем кустарнике и внешне напоминают облепиху. Такая же продолговатая овальная форма и насыщенный оранжевый цвет. Относятся к семейству посленовых. Годжи по одной из легенд употреблял самый известный долгожитель в истории – Цин Ли Юн. Он дожил до 252 лет. Каких только революций в последнее время не прижила диетология. Зеленый кофе, ананасы, даже сода, сжигающие жировые отложения. Мифы о действенности этих средств пух и прах разбивают диетологи. С хитом нынешнего сезона ягодами Годжи немного иначе. Когда были реально проведены научные эксперименты, подтвердилось слегка в процентах, может быть, 2 из 100. А, ставьте, какая разница, что да, чуть-чуть они, конечно, способствуют, но это не панацея. Соответственно, чтобы человек реально похудел, ягоды – это не спасение. Необходимо делать комплекс и физическое упражнение, и момент питания. Противопоказания имеются, и перед употреблением проконсультируйтесь со специалистом. Ведь каждый организм индивидуален, и реакция может быть разной. Здесь стоит поступить следующим образом. Взять небольшую порцию, на голодный желудок употребить. Если в течение двух часов с вами всё в порядке, тогда да, тогда вы можете для себя взять какие-то порции и немного эту ягоду покушать. В принципе, как небольшой эксперимент, практически любой человек может себе это позволить. Конечно, одних ягод недостаточно, но в совокупности с правильным питанием и физическими нагрузками результат может порадовать. Ведь состав плодов очень даже внушительный. В одной ягодке витамина С в 500 раз больше, чем в апельсине. Железа в 15 раз больше, чем в шпинате. И аминокислот больше, чем в пчелиных продуктах. В общем, кладезь витаминов. Такой мощный поливитаминный состав укрепляет все системы организма, а также укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и даже замедляет процессы старения. Главное принимать ягоды строго дозированно, не больше столовой ложки в день. И покупать у добросовестных продавцов. Вообще ягоды в боже считаются панацеей от всех болезней. Секрет в ее составе. Полисахариды те же самые, они нам помогают снижать давление. То есть для людей с высоким давлением, они его понижают. Отсюда идут противопоказания. То есть для людей, у которых низкое давление, соответственно им нельзя. Потом, если брать витаминный состав, там очень много витамина С и В в составе. А также это молодость кожи, регенерация ткани, потому что оксиданты, как известно, мы применяем на кожу, чистятся сосуды. Соответственно, у нас не происходит ожирения. Сушеные ягоды год же употребляют в чистом виде или предварительно замочив в воде. Добавляют в коктейли, салаты, десерты, йогурты, сухие завтраки, выпечку. Например, чай из ягод снижает уровень сахара в крови, давление, замедляет процессы старения, предотвращает появление морщин. Полезно для людей, ведущих малоподвижный образ жизни при повышенной утомляемости. Подходите к выбору грамотно. Если вы все-таки решились на небольшой эксперимент, проконсультируйтесь со специалистом. И помните, ничего лучше нет, чем здоровый образ жизни и правильное питание. И на сегодня это все полезные новости, советы, эксперименты и исследования. Нас не остановить, поэтому продолжение непременно последует. Смотрите НЭП с понедельника по четверг в 10 вечера. И подборку лучших сюжетов недели в субботу в 12.30 на седьмом канале. Наш сайт trk7.ru и редакционный телефон 290-19-90 также к вашим услугам. Всем удачи и только грамотных покупок. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok